доброго всем дня сейчас ровно 12 часов слышен бой курантов я вот тут выбрался сегодня полдня потратить на то чтобы это делать то что было начато вот и сейчас сделаю обзор а потом пару слов от себя наверное как обычно уже я не стал загромождать все сразу то есть поштучно будем без фонарика нет фонарик включился вот фонарик живу как хочу называется так открывается бритва я говорил про лифт с ручным приводом это вот нажимаете бритвка у вас руках еще раз вот тут на уже третий раз получается по клинкам смысле вот опять укладывайте сюда надо будет вынуть лифт с ручным приводом сечка серебром как обычно серебро я уже говорил да что я из старинных украшений делаю то есть плавлю в проволоку раскатываю и потом уже вот так вот так убираю чтобы здесь не загромождать обзор так обзор это с перышком да это и предыдущие вот это древесина американский орех так бритвка также с ручным лифтом из того же американского ореха ручка буду говорить ручка я когда говорю оправа меня 90 процентов россиян не понимает о чем я буду говорить ручка укладывайте обратно это 23 с ящеркой тоже американский орех до глаз это корейская стерео зеленая береза зеленого цвета поднимаете бритвка ручной лифт с ручным приводом такая вот бритвка закрываете вот как-то так а вот здесь я еще как бы не определился где вперед где зад сперва я угадал это яблони тугой такой материал то есть перец а там строгается сложно как-то так нет тут очень присутствует жесткость вместе с вязкостью кто так у древесины лифт вот так еще с торца все теперь у каждой бритвы есть как говорится свой дом вот так выглядит в принципе все давайте я выложу просто обзор произведен постараюсь обещать не буду но постараюсь сегодня вывести бритвки на сайте так вот как то чтобы они были доступны для заказа в принципе с обзором все теперь пару слов от себя вообще рассказать много чего есть очень много просто это на часа-два как минимум и как говорится под пиво хотя его не люблю тоже но вообще так слову да к слову короче говоря по как боится смене квалификации второй день уже получается работаю стажировщиками делаю идиот контора пишет как говорится все хорошо единственно что только меня на второй день прям вообще крепко ломает то есть производить легко ножи может после бритв легко не знаю легко но не мое то есть делаю все силком прям терплю реально терпила ну что делать что делать надеюсь что я там долго не сдержусь и вернусь к своим бритвам но это только надеюсь это вообще далеко не факт да к примеру к примеру тоже да я повторюсь почему я сейчас с наркотиками работаю потому что я говорил уже в предыдущем видео потому что покупки бритв происходит критично редко за счет чего не могу поддерживать производство постоянно в рабочем состоянии поэтому пришлось вот так вот поступить вчера притащили мне две бритовки на заточку это я так слову уже просто чем живу как говорится тему вещаю две бритвы одна за 6700 другая за 6 с чем-то тоже не помню одна из них нержавейка титан другая вообще без названия титан не титан не знаю чего такое типа из дамаска вот ну в общем заточил им это бритв кто который из нержавейки ну заточил заточил нормально заточил конечно косяков там вообще кривая вся наглухо вообще все просто все плохо как говорится так вот все плохо в двух словах я говорю а почему-то купил то вот 6 лишним тысяч отдал туда-сюда говорю если подешевле варианты даже я же не говорю про мои бюджеты там за 4500 там есть даже и типа немцы почему типа потому что типа не буду сейчас углубляться в это потому что если я сейчас скажу почему типа немцы потому сразу же то есть сделаю нехорошее дело для тех кто продает ладно вот они тоже там пример есть там 67 даже тысяч почему-то говорю и хотя бы вот это не взял хотя бы это это титан это же японская бритва японской стали давно ли она японской стало это тот же голд-доллар купил ты за 400 рублей там или за 250 по моему и ничего бы не изменилось совершенно ладно который типа дамасской была она вообще не из дамаска она красиво травленная и крошилась я думаю перекал нет точится очень быстро для твердости большой ну ладно время есть пару часов поехали померили на раквеле 22 единицы чё крошится из чего там его в общем я конечно честно сказать логике моей не поддаются данные сие как говорится до движения почему так что я не так делаю то есть выделываюсь по полной делаю максимум что можно сделать в смысле в сторону качества то есть больше даже уже принципе некуда уже даже ну как то в общем моя логика тут бессильно честное слово ладно у меня что еще вчера один раз спросили сегодня один раз спросили как то на этой неделе еще раз спросили вопрос один и тот же отвечаю на вопрос чем я сам бреюсь какими бритвами из каких стали что больше предпочитаю так скажу сразу давайте с этого начнем что бреюсь я всегда в основном всегда бреюсь браком который у меня получается иногда вот это неизбежно конечно но слава богу это редко почему браком потому что выкидывать жалко вещь хорошая то есть присноравливаешься к ней бреюсь что хочу сказать от себя то есть это опять же сугубо мое мнение это не то есть каждому человеку не относится потому что каждый по-своему приспосабливается как ты каждому у каждого как говорится руки по-разному заточены под разные варианты ну спросили меня я отвечаю бреюсь всем подряд 9хс у меня есть одна бритвка из 9хс комиссорий сталь хорошая ее можно вообще не править просто там неделями но частенько кусается то есть кровь пускать ей только так в путь поэтому она мне не из любимых бритв давайте начну с самых любимых самые любимые самые-самые прямо это комиссорий клин она мне стала любимой недавно потому что я в принципе и произвел недавно почему комиссорий я не знаю может у меня руки неправильно растут но мне ручка то есть всегда мешается как-то как-то слегка так не то что прямо вот здорово но мешается вот так вот я люблю как палку держать то есть прямую мне даже вот обычно обычным клинком без ручки удобнее бриться чем с ручкой вот так вот поэтому комиссорий а клин потому что бреет шикарно вообще идеально чисто мягко можно углами играться то есть угол можно сделать там к примеру там 10 градусов а можно 70 градусов и он будет брить брить и дальше будет брить вот это моя самая любимая бритовка теперь я раньше как-то тоже в сторону кленов всегда то есть делал выбор но кленов складных бритв а тут вот когда делал клины комиссорий я одну бритвку производил для себя произвел из дамаска из обрезка то есть она у меня укороченная по ручке ручка короче чем обычно вот ну просто обрезок куда его выбрасывать жалко а тут глядишь себе в радость сделал второе что у меня из предпочтения опять дамаск это бритва с вогнутостью 1-4 то есть 1-4 вогнутость это что-то то есть это вогнутость как вот к примеру клина 19 века только более большая вот так но и далеко еще до 1-2 между 1-2 и клином 19 века вот так это 1-4 почему почему наверное у некоторых вопрос может возникнет не 1-2 а 1-4 это вроде 1-2 более правильной геометрии да более правильная считается но бриться приятнее и удобнее 1-4 я знаю почему потому что острие то есть само лезвие к острию имеет большую жесткость за счет чего более мягкое бритье более простая быстрая заточка то есть опять же можно играться с углом бритья попробуйте 1-2 побриться в 70 градусов угол не получится она вас соскоблит просто и все на этом поэтому вот на втором месте у меня стоит 1-4 дамаск почему дамаск да потому что точить быстро точить легко бреет мягко бреет шикарно тут я просто даже сам собой поспорить не смогу что на третьем месте а бритв я полно особенно было брак в основном что на третьем месте на третьем у меня шаха 15 складная когда наточишь правильный хорошо наточишь прямо полноценно шикарная вещица в принципе и у 10 рядом бритовка была будет у меня есть просто один клинок такой с обломышем бреет почти так же единственное что только шаха 15 раза в 3 дольше держит заточку но у нее есть один неприятный момент если у вас особо нет какого инструмента для заточки то она вас замает вот именно заточкой она из своей жесткости требует более такого резкого такого агрессивного инструмента чтобы он реально брал прям реально стачивал но и правит ремни раза в 2 в 3 дольше примерно чем ту же у 8 в 10 даже если уж про дамаску молчу дамаску вообще несколько раз провел она уже бреет все вот на том же уровне примеру где-то у меня вот вчера примеру брился просто под рукой лежит сегодня затачивать брал вот вот она уже такая вот после восстановления англичанка тоже чем понравилось она кстати оправу сделал Игорь очень неплохо очень узенькая пружинища правильной формы ровно все здорово в чем тоже у нее плюс допустим что она может брить под разными углами просто под разными вчера ей также брился как я любитель вообще бриться по сути это в один проход сразу встреч шкуры то есть быстро просто легко вот она вчера с этим справился но подсела конкретно ей не хватает вот этой вот живучести стрия то есть я ее прям посадил так что даже сегодня принес на заточку хотя фейс полностью она мне то есть выбрила полноценную в один проход встречи шерсти сразу вот вчера же пробовал подтестировать эту француженку вот но у нее в принципе не хватало остроты поэтому я потестировала поспотыкалась я ее в сторонку и тоже сегодня взял на заточку и недавно появившаяся еще моя бритва она еще не успела стать любимой она просто у меня лежала тут на полке это брак вот опять же дамаска сегодня заточил думаю будет полный шик я просто на ней тестировал тут всякое разное видите вот золотом покрывал резкостью пытался на грязную без очистки вот только лезвие пытался покрывать ну и покрылась нормально держится кстати странно может в будущем опять рассмотрю этот вариант с покрытием вот в общем сегодня ее заточил я еще не брился так потестировал волос отщалкивает все для меня это уже вообще просто шик у нее брак какой вот наверное видите она криво заходит приходится пальцем поджимать это первый брак и здесь трещина была это рог черный вот бритвка потому ушла в брак что было отлично и криво закрывался клинок теперь она моя ну все как бы вроде как ответил да 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 меня еще спрашивали чем каким мылом пользуюсь с недавних времен пользуюсь кремом арка это мне тоже Игорь посоветовал вещь хорошая единственное что к нему надо привыкнуть как его взбивать его просто так взбивать он вообще гусель происходит полная а если его с капелькой воды чуть переборщил уже деляга пошла то есть надо как-то ловить момент но я со второго раза научился все было хорошо пока кремний кончился вот пока нет времени заехать в магазин его купить и поэтому вчера брился обычным 200 граммовом мылом то есть это пенку наводил это там как оно называется детское там банное хвойное вот такие вот варианты причем причем я не заморачиваюсь когда с мылом вот именно не заморачиваюсь там всякими этими чашечками там вот этим взбиванием просто лежит мыло в мылице я просто беру помазок под кран раз намочил прям намыли вот так вот намыливаю на самом прям куске уже пенка готовая швырк швырк готова и вот так вот как то то есть не знаю я иногда смотрю видео в интернете там столько заморочек придумывают люди но это конечно здорово то есть это интересно это вообще здорово но я то что для себя делаю я вот в этом плане лентяй и поэтому я всегда делаю так как быстрее как проще как сподручнее вот ну в принципе все сказал наверно уже затянул крепко все хватит отдыхать пойду опять сегодня уже рукодеть приделывать клинкам которые вот сделал вчера еще начал сегодня доделал сутрище потом сюда вот сделал доделал то есть с бритовками все это дела точнее шкатулками это были доработки все ну что ж на будущее хочу себе пожелать это можно да наверное пожелать самому себе что-то а желаю себе наладить хоть какие-то продажи именно бритв именно для того чтобы утепить с ножей нафиг реально я их долго терпеть не смогу производить и хотелось бы заниматься тем делом от которого тем делом то есть от которого от этого дела то есть душа поет вот хочется заниматься именно этим да меня многие наверно не понимают мол грязь шум проблемы в чем мол тут твое счастье ну вот как-то но так вот повелось сам не понимаю сам вот задумываюсь чего я тут нашел в этом какой-то в этой похоте а душа радуется душа поет поэтому то есть не все всегда можно объяснить иногда можно только прочувствовать все хватит говорить разговоры до свидания надеюсь что в ближайшем будущем мы еще встретимся что-нибудь сотворим такое эдакое прям что что прямо ах или хотя бы что-то просто на этом все до свидания спасибо за внимание до свидания до свидания до свидания до свидания